Музыка Был однокашник, вы труды его должны знать, это профессор Нижегородского университета Золотов Александр Владимирович, мы с ним учились. Ну дай мне почитать. Меня хватило на одно удовлетворение. Я поскучнил. А потом, через пять лет, будучи в институте повышения квалификации, преподаватель общественных наук Ленинградского университета, попал в ежовый руковица Михаила Васильевича. Он сказал, что это полгода здесь будет болтаться. Вот, кто прочитал три тома. Я прочитал, как вы сказали. А потом, нет, я понял, что нужно обсуждать. Обсуждать надо с кем-то. Зеркалом нельзя, знаете, с кем-то, с кем-то. И когда появился кружок, это было спасение. Потому что в ходе обсуждения стал чего-то понимать. А потом появились результаты. Когда мы год ходили, два, три, мы очень долго сидели на первом томе. Лет десять, мне кажется. Это вот последние годы, Михаил Васильевич. Десять лет? Ну да, я не удивляюсь. Нет, потому что... Ну что это такое? Мы до количества так и не могли дойти. Потом уже голубь не был. А вот, потом мы запустили кружок по капиталу. Ну, в силу митрины печены я был вынужден взять капитал, который раньше в университете нам текстуально его давали. Был спецсеминар по капиталу, 4 часа в неделю. Диалектика, наверное, было плохо. Но тексты давали, скажем так, держание. Я что-то помню, мог рассказать. И я открыл, я по-новому, так сказать, посмотрел. То есть те вещи, которые я не видел, не обращал внимания, ну, открылись. Ну, в частности, основной закон капитализма, закон стоимости. Кто это подметил? Игорь Константинович Смирнов. Вот, Саратик Михаил Васильевич и профессор тоже. А прибавочная стоимость, она прибавляется к стоимости? Да, да, да. Это же одно слово, что прибавочная. Вот возьмите любой учебник политической экономии периода СССР. В СССР прибавочная стоимость, основной закон, основной закон прибавочная стоимость. А в 30-е годы все писали. Закон стоимости, основной закон капитализма. Потом-то выкинули, ну, это такой, хорошо, топором. А кто выкинул? Ну, откуда это все-таки? Совет собирался экономистов, в 50-е годы переработали и выкинули. Да, да. До 50-е годы еще говорили. Ну, там 50-е, по-моему, 53-е годы. До войны еще. Была дискуссия экономическая. Я помню, в году 44-м подводились итоги. Ну, война помешала. А в 51-м году было всесоюзное совещание экономистов, где подъявили некоторые итоги. Вот, и по итогам совещания написали учебник в 54-м году. Сначала был учебник марксизма и ленинизма, такой широкий. Там философия, политэкономия. Потом учебник политэкономии. Там, ну, что-то сказали. Все вот эти везионистские пункты, все попали. Это позвон на бизнесе? Вот я не знаю, сознательно или бессознательно, по дурости, не по дурости, объективно. Объективно вера взяла ревизионистская тенденция. То есть мы должны вот это смотреть. Что там было в голове? Интересно, почему? Мы сейчас занимаемся тем, чтобы понять, чтобы научиться и, конечно, понять, и не допускать тех ошибок, которые... Время. Что в голове у конкретного человека, ну, нас не должно интересовать. У нас уже занятие? О, нет, давайте начинаем, конечно. У нас же семинар. Вот так мы... Ну, мы так плавно вошли. Нет, мы не вошли. Затем можно сказать. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Сегодня семинарское занятие. Начнем с некоторых статистических итогов. Значит, проверенные работы, самостоятельные работы слушателей, которые... То есть все работы, которые поступили в систему нашего дистанционного обучения по состоянию на 7 утра 27 февраля 2019 года. Это порядка 130 работ. Все работы? Замечательно. С разной степенью полноты раскрытия темы. Понятно, здесь объективное препятствие, которое нам установило руководство Красного университета, которое уходит. Все, 250 знаков, но с другой стороны, в этом есть и плюс. И мы сейчас, как перед занятием обсуждали, это ограничение потребовало от многих слушателей проявить определенную смекалку, силу ума, чтобы большой текст сжать, выкинуть лично. Как говорил великий русский писатель Антон Павлович Секов. Коротко, сестра талант. Не, не только один. Вот, написал большой текст о том, что... Выкинь начало и конец. Получилось замечательное произведение. Итак, значит, я сделал выборку вопросов, которые задавали слушатели. Мы по ним пройдемся. Также тех замечаний, которые мы также с вами обсудим, по ходу дела. Но я предлагаю поступить следующим образом. Не подряд идти, вот как, где отвечали. Иначе мы будем постоянно скакать от одной темы к другой, опять к первой, ко второй, а идти последовательно. Поэтому первый вопрос. Что такое империализм? Кто может рассказать, кто может дать понятие империализма? Вот кто и... Наверное, надо выходить, принято, пожалуйста. Чтобы... Нет, лучше выйти, потому что... Будьте добры. Ну что, империалистов нету, что ли? Значит, среди приславших ответы много из города Ленинграда, пире Санкт-Петербурга. Всех это замечательно. И второй хочу вопрос. И второй, пожалуйста. И второй, другой, первый. Пожалуйста. Пожалуйста, подходите. Называйтесь и... Империализм. Артемий. Сеон Турович. Империализм — это высшая монополистическая стадия капитализма, которая характеризуется следующими признаками. Первое — господство монополий. Второе — господство финансового капитала и, соответственно, финансовой олигархии. Третье — преобладание вывоза капитала над вывозом товаров из эмпиристических стран. Третье — экономический раздел мира. И четвертое, пятое. И пятое — территориальный раздел мира, который следует вследствие потери суверенитета, политической самостоятельности странами экономической зависимости. Замечательно. Замечательно. Есть начало, с которым мы можем идти вперед. Вот у меня такой вопрос. Еще раз уточнить. Вот империализм, он же монополистический капитализм. Это новый способ производства, который следует за капитализмом? Или нет? Нет, это тот же способ производства, просто в развившейся до монополистической стадии. То есть законы там действуют ровно те же самые, что и действовали в исходном капитализме, первоначальном капитализме свободной конкуренции. Просто логическое развитие тех процессов, которые были завозены изначально, приводит к монополизации и формированию, собственно говоря, империализма, империалистического капитализма. Ну, совершенно правильно. И еще один точенящий вопрос. По ходу вашего изложения вы сказали, что пятый признак – это территориальный раздел мира, приводящий к образованию колониальной системы. Вплоть до колониальной системы. А вот сейчас нет колониальной системы. Все страны независимые. Может, не действует признак этот? Этот признак действует, просто он завуалирован законами определенными. И как бы… Ну, в общем, он действует завуалированно. А что значит завуалированно? Просто прикрыт законами. То есть, по большому счету, самостоятельность политическая странами трачивается без оформления прямой зависимости, скажем так, от империалистических государств. То есть, там получается настолько мощная экономическая зависимость, что политической самостоятельности просто у этих стран не остается. Ну, никак вот каверзными вопросами не свалили. Можно сказать по-другому, что содержание колониальной системы империализма в чем? Это система, образно говоря, ограбления группы империалистических хищников вот этой массы, слаборазвитых, зависимых стран. Именно так. Поэтому есть политическая независимость, нет, система осталась. Изменяются только формы и методы, и название, так сказать, теперь колониальной системы. Ну, да, собственно говоря, поэтому я подчеркнул, что про вывоз капитала именно из-за перевистических стран, поскольку вывоз капитала и вывоз денег, все-таки это не одно и то же. Вывоз капитала, это мы вывозим капитал, чтобы использовать ресурсы других государств, вывоз денег, это мы вывозим свои ресурсы в форме денег, собственно говоря, в прибавочной стоимости за границу, без выгоды для самой страны, из которой она вывозится. Вот именно так. Спасибо. Замечательно. Идем дальше. Вы вдохнули жизнь, энтузиазм, хорошие настроения. По ходу темы вопрос от слушателя из Санкт-Петербурга, Буевич Владимир Леонидович, здесь присутствует? Нет? Вот он ответил на вопросы и задает свой вопрос. Империализм начала 20 века, империализм начала 21 века. Это одно и то же. Там, где есть империализм, это одно и то же. Дело и другое. Одно и другое. Дело и другое. Дело и другое, сущность тоже. Суть-то все равно нет. Содержание. 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 Вопрос замечательный. Вопрос как раз в тему. Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны воспользоваться понятиями науки, логики, которые проходили в прошлом семестре. Учение бытии. Если вы не забыли. А именно, такое одно из фундаментальных положений цепочки категорий – изменяющееся нечто. Кто помнит, что такое изменяющееся нечто? Напоминаю вам. Это единство в себе бытия и бытия для иного. Проще говоря, что такое в себе бытие? Это равенство с собой. А бытие для иного – неравенство с собой. То есть, любой предмет, любое явление в природе, в обществе – изменяющееся нечто. Оно равно себе и неравно себе в одно и то же мгновение. Пример вы знаете, да? Наверное, вы проходили это на науки и логики. Вот вы пришли сюда. Вы равны себе и неравны себе. Вот очень многие деятели, теоретики делают две большие ошибки. Одни говорят – нет, он равны себе. Но если равны себе, то чего вы сюда пришли? Вы уйдете, вы как вот пришли до Кенжи, так и уйдете. А если неравны себе, вы что сюда пришел? Буевич Владимир Леонидович, уйдет Иванов Иван Иванович? Нет, уйдет тот же самый человек. Он будет неравен себе, он уже пропустит через себя наше семинарское занятие. Вот рамчается капитализмом, вот он и равен, то есть империализмом. Он и равен самому себе, и неравен. Равен себе почему? Так он как был империализм, так и остался империализмом. По своим вот этим сущностным, в себе, равенство себе. Не в себе, как неразвитый, а как равен самому себе. И вот первый наш выступающий замечательно сказал, вот эти все признаки империализма, они на лицо и сейчас. И сто лет назад были, и сейчас они есть. И в том же миру, и неравен самому себе. Изменения идут, мы с вами сидим, а империализм, он заменяется. И формы, и меды, и много чего меняется. Мы начнем только перечислять те явления, которые сейчас есть в империализме, и которых не было сто лет назад. Нам двух часов не хватит. Чего там только нет. Вот я бы так ответил на этот вопрос. Идем дальше. Ну давайте рассмотрим одно из ключевых понятий. Это финансовый капитал. Пожалуйста. Финансовый капитал и финансовая олигархия. Там были вопросы. Будете, друзья? Представьте. Татьяна Тимошенко. Финансовый капитал – это слияние крупного банковского и промышленного капитала. Если говорить о финансовой олигархии, то само слово «олигархия» произошло от древнегреческого слова «власть меньшинства». Еще Платон в своей работе государства выделял пять типов политической системы. И распределял их, ранжировал от наилучшего к наихудшему. На первом месте там стояла аристократия, на втором месте демократия. Аристократия – это власть меньшинства, но лучшего меньшинства общества. Демократия – это власть карьеристов. Далее шла олигархия – это власть богатых людей. Потом демократия – власть большинства. В смысле большинства – это имущие мужчины на тот момент. И самая худшая для него форма была, для Платона – это тирания. То есть, когда власть большинства, при попустительстве власти большинства уничтожается аристократия. Что касается сегодняшнего дня, то это понятие не изменилось. Это также олигархия – это власть богатых людей. А финансовая олигархия – это власть узкой группы представителей финансовой олигархии. И на сегодняшний день в мире сформировались кланы финансовой олигархии. То есть, по системе мафиозной, можно сказать. Их представляют главы этих кланов. Эти системы являются закрытыми системами. Практически там существуют кровно-родственные связи. И представители финансовой олигархии практически владеют миром через внутреннюю политику государств и через внешнюю политику. Спасибо. Вот такой вопрос тогда ко всем. Но я бы все-таки уточнил насчет кровно-родственных связей. Есть такие, а есть и другие. И вот, например, в Соединенных Штатах Америки действует закон о налоге на наследство. У нас в России налог на наследство символический. Вы знаете, да? Независимо от того, какой размер наследуемого. А в Соединенных Штатах Америки на крупные состояния, свыше нескольких миллионов долларов, по-моему, он доходит до 51%. О чем это говорит? Потому что вы людей передавали не по наследству. Там так и делают. Нет, это говорит... Могут быть не такими же умными, как родители. Совершенно верно. У нас есть разваление производства, которое было создано... Совершенно верно. Поэтому государство, а государство, есть комитет по делам управления всем классом буржуазии, приняло такое решение, чтобы не рисковать. Вот они установили такой налог. Либо ты оплачиваешь, да? И потом что-то завалишь. Так, ну, у нас есть денежки, чтобы организовать эту производство. Либо ты отходишь в сторону. Мы назначаем, кого надо, совершенно правильно. То есть не все так однозначно. Давайте мы пообсуждаем понятие финансового капитала. Тем более идут дискуссии, споры насчет того, является ли Россия империалистической страной. Вопрос. А есть ли в России финансовый капитал? Извиняюсь, неправильно. Потому что на этот вопрос, если вы ответите да, будете правы. Финансовый капитал-то есть. Вопрос он какой. А есть ли в России российский финансовый капитал? Ну, вот, собственно говоря, да. Это мы обсуждали уже на прошлом занятии, собственно говоря. Когда мы говорим о финансовом капитале и называем его банковским капиталом сросшимся, банковским монополистическим капиталом сросшимся, с промышленным монополистическим капиталом, нужно подчеркивать, что значимым в этом определении является первенство именно банковского капитала. Почему это важно? В принципе, промышленные капиталисты могут открыть для себя карманный банк для выполнения каких-то там операций. Но это будет банк, который будет использоваться именно для закрытия каких-то надобностей конкретных там предприятий или группы предприятий. А вот в случае, если у нас речь идет именно о первенстве банковского капитала, то в этом случае мы получаем объединение под, скажем так, рукой одного и того же капитала различных предприятий, в силу чего, собственно говоря, здесь целый ряд моментов, связанных с этими зависимостями, есть. Банки имеют монополию на целый ряд операций. Это расчетные операции, это моменты, связанные с концентрацией средств за счет вкладов, и моменты, связанные с выдачей средств. И при выдаче средств, собственно говоря, банки получают очень много информации. С одной стороны, с другой стороны, очень мощные рычаги влияния на производство. Поэтому значимым моментом является именно первенство банковского капитала. И вот первенство отечественного банковского капитала в российском финансовом капитале, именно отечественного банковского капитала, оно как раз отсутствует. Поэтому говорить о том, что в России есть собственный финансовый капитал, увы, не приходится. Увы, это с точки зрения существования в капиталистическом мире. Поскольку это значительным образом, в принципе, ограничивается настоятельность отечественного. Спасибо. Кто-то еще хочет высказаться? Позиция однозначная здесь. Пожалуйста. По предыдущему вопросу про налогового наследства. В общем, я сейчас задам небольшую историческую справку и потом поясню, почему это. В общем, в средние века, во времена формирования империй, когда они формировались из княжеств, монарх, он изначально, когда княжества соединялись в какую-то империю, он не был самым большим фиолеталом в границах государства. Постепенно, там за годами, он отчуждал земли у неугодных каких-то провинившихся дворян. И постепенно император, он наращивал, наращивал, наращивал свой земельный надел. Ну, время от времени кому-то он что-то дарил за заслуги. Постепенно, постепенно, из поколения в поколение, он становился самым большим фиолеталом и начинал иметь реальную власть. И вот налог США на наследство, мне кажется, это тоже тенденция к установлению все более и более могучной государственной монополии. Получается, чем большее время идет, бизнесмены и корпорации могут чем угодно на территории США заниматься, но каждый раз при сдаче наследства они половину дают государству, которое, в свою очередь, уже построит на эти деньги пару новых авианосцев, что, соответственно, тоже положительно скажется на укрепление мощи финансовой, военной, политической в мире. Так что я думаю, что это как раз-таки тенденция к упрочнению государства как монопольного капиталиста. У меня на то все. Спасибо. Спасибо за уточнение. Давайте мы вернемся к финансовому капиталу, в частности, российскому. Есть какие-то иные? Может быть, добавления? Еще что-то? Можно попробовать еще? Конечно. Нужно. Меня зовут Тимур. Здесь, чтобы ответить на вопрос, если в России российский финансовый капитал, нужно вспомнить, что такое капитал. Капитал – самовозрастающая стоимость. Здесь вопрос, а из чего капитал вообще самовозрастает? Где у нас? У нас есть новые заводы, имеется в виду промышленность, какая у нас? Старые. Старые есть, но они в стадии прихождения все-таки, наверное. Поэтому, исходя из определения капитала, мне кажется, что в России нет финансового капитала. Российского финансового капитала. Спасибо. Ну, вы сразу много вопросов задали, хочется подискутировать. Капитал и финансовый капитал – это связанные понятия, но все-таки разные, да? Ну, естественно. Разные. То есть капитал – самовозрастающая стоимость. В любой капиталистической стране присутствует. А финансовый капитал – это, во-первых, понятие уже эпохи монополистического капитализма, империализма. И по содержанию – это банковский капитал, монополистический капитал, сросшийся промышленным монополистическим капиталом. Банковский есть? Нет, погодите. А вы сказали, что вопрос был задан, есть ли российский финансовый капитал. Вы опустились туда, вглубь, до понятия капитала. Попытались ответить на вопрос, что вот в России вроде как и капитала нет. Но Россия – капиталистическая страна. Я полностью согласен, что разрушили много. Столько много. И за 30 лет, если брать за точку отчета, там, 90-й год, сейчас уже, 2019-й, у нас объем промышленного производства, вот я недавно смотрел, сам посчитал, и журнал «Эксперт» дал такую цифру, находится на уровне 90% от уровня 1990 года. Конечно, берутся тогда АРСФСР, сейчас Россия. И тенденция – это не остановлено. Но сказать, что полностью все разрушили, если чисто искать поле, конечно, нельзя. Есть капиталистические предприятия, в том числе крупные, в том числе, я думаю, есть монополии. В мировом масштабе, например, «Газпром». «Газпром» и «Газпром». «Газпром» и «Газпром» и «Газпром». Много чего. «РЖД». «РЖД» и много, много, много. То есть с точки зрения… Сейчас я закончу. То есть капитал-то у нас есть. Это другое дело, что мы можем говорить, какие тенденции идут, преобладающие. Разрушение, прихождение, созидание. А что касается финансового капитала. Я полностью согласен с первым выступающим, что финансового капитала… То есть говорить о том, что есть российский свой собственный финансовый капитал, было бы большой натяжкой. То есть по своему понятию, это банковский капитал, монополистически сросшийся, промышленный. Причем первую скрипку, или, так сказать, главную роль, здесь играет банковский капитал. Вот мы здесь спорили, дискутировали с сервисными деятелями с политштурма. Вот они упорно стоят, берут в качестве примера «Газпром». С его «Газпромбанком»? Да, с «Газпромбанком». С «Газпромбанком». Ну, пришлось… Причем, как говорится, берут по верхам. Вот взяли первую страничку «Группа «Газпромбанк». Туда входит много компаний, конторы, производственные, строительные, финансовые, консультационные, в том числе «Газпромбанк». И отсюда делают вывод. Вот перед нами финансовый капитал. Можно вглубь туда в содержание посмотреть. Потому что, скажем, под большим вопросом можно сказать, что российские банки являются банками по понятию. Об этом уже писалось, говорилось. А я вот на конкретном примере. Значит, еще раз. Банковский монополистический капитал, который вот так вот переплелся с промышленным капиталом. Еще взял статистику «Финансовый отчет за прошлый год» и последний, самый последний, который вышел в этом году, полугодовой. Так вот, в прошлом году, если вы откроете «Финансовый отчет», там есть такой раздел, называется «Кредиты банков». Я «Газпромбанка» вообще не обнаружил. Вообще не обнаружил. И только потом там мелким текстом написано, что да, тут была кредитная линия, она вроде есть. Пользовался «Газпром», но закрыл, обнулил, это называется на банковском слове. То есть «Газпромбанк» в качестве кредитующего «Газпром» по краткосрочным кредитам отсутствует. А кто присутствует? Но если отнять там два китайских банка крупных, то все остальное – это крупнейшие банки в США, Франции, Германии, Японии и Великобритании. То есть получается у нас в России идет интересное явление – сращивание, но если не сращивание, то во всяком случае контроль крупнейших банковских монополий и российской, но в данном случае сырьевой. Ну если Центробанк нам не принадлежит? Ну что значит не принадлежит? Духовно, юридически, да? Да никак не принадлежит, но духовно, не юридически, потому что по Конституции одно, по их правилам совершенно другое. То, что устраивает та же «Набирулина». Закончим давайте с этим делом. Что касается второй статистики, есть долгосрочные кредиты, и эта статистика самая свежая. Буквально данные повесили. Значит, общая задолженность. Статистика называется «Долгосрочные кредиты и займы, включая там векселяк оплате». 3 триллиона 400 миллиардов рублей. Огромная сумма. Газпромбанк появляется. Сумма порядка 80 миллиардов. Значит, какая доля Газпромбанка в долгосрочных кредитах? Возьмите калькулятор, посчитайте, где-то 2,5%. Ну, можем мы сказать, что вот он, крупный, да, Газпромбанк, такая монополия банковская. Вот, опуталась сетями. Пожалуйста, вопросы. Газпром. Ну, конечно, нет, это ничтожная маленькая доля. Сейчас я закончу тогда вопросы. И вообще, в принципе, если еще туда вглубь заглянуть, в так называемую банковскую кухню, то на сегодняшний день Газпромбанк даже не в состоянии обеспечивать, обслуживать Газпром. В силу того, что он мелкий, мельчайший. Это несмотря на то, что Газпромбанк является одним из крупнейших российских банков. Он занимает третье место по размерам активов. 6 триллионов 300 миллиардов. Впереди только ВТБ и Сбербанк. Население стряжет. А в чем дело? А есть обычные банковские правила, которые я называю кухней. Понятно, что что только активы. 6 триллионов – это вот куда вложил имеющееся средство Газпромбанк. Активы до копеечки равны пассивам. Правильно? А пассивы складываются из собственного капитала, из привлеченных средств. В основном это средства юридических и физических. Но не может банк, Газпромбанк, по действующим правилам, они в общем-то везде едины, во всех странах. Они понятны, разумны. Вот прокредитовать всеми этими своими пассивами Газпромбанк. Ой, Газпром. А в настоящее время есть банковские нормативы. Они очень простые. Есть такой норматив риска на одного заемщика или на группу взаимосвязанных заемщиков. Что любой наш российский банк не может. То есть вот эта сумма кредитов, предоставляемых одному заемщику, не может превышать 25% собственного капитала банка. Берем статистику, смотрим. У Газпромбанка капитал 700 миллиардов. Умножаем на 25%. Сколько получается? 175 миллиардов рублей. Вот сколько максимально может дать Газпромбанк. Газпромбанк. 175. А сколько нужно Газпрому? Вот то, что сейчас нужно, это выражено в цифрах. У них сейчас этих кредитов только долгосрочных. 3 триллиона 400 миллиардов. То есть настолько он маленький, вот этот банк Газпромбанк, являющийся крупнейшим в России, что он не может обеспечить крупную сырьевую российскую монополию. Международную. Кстати, они сами себя монополией не называют. Называют глобальной компанией. А кто может обеспечить? И вообще, если вы зайдете на сайт Центрального банка, статистика там полезная, интересная. Значит, все активы российской банковской системы составляют, я округляю, 85 триллионов рублей. Если делим на доллар, 65 рублей, сколько получится? Где-то 1 триллион 200 миллиардов долларов США. Значит, все вот эти 600 у нас действующих банков с действующими лицензией, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, вот 1 триллион 200 миллиардов долларов. Любая крупная, настоящая, западная банковская монополия, которую сейчас кредитуют, в том числе и Газпром, она по размерам под 2 или более 2 триллионов рублей. Вот там настоящие банковские монополии. И количественные, и качественные. Вот они могут обеспечивать, кредитовать Газпром. Вот такие небольшие дополнительные данные. У вас был вопрос. Альфа-банк является финансовым? Какой банк? Альфа-банк. Что Альфа-банк? Альфа-групп является финансовым капиталом, нет? Нет, конечно. Там как раз объем капитала банка, то есть там не такие пропорции, как в Газпромбанке, что он намного меньше самой корпорации, а там как раз банковский капитал владеет всеми компаниями, которые... Альфа-банк практически? Скорее всего. Это надо посмотреть, да? Банкеров, наверное. Надо посмотреть паспорта у собственников банка, у господина... Можно рассчитать финансовым капиталом? Нет, нельзя. Значит, сейчас мы поставим здесь точку, вы напомните. Нет, не только из-за размеров. Здесь нужен количественный, качественный анализ. И мы пойдем дальше, и потом напомните. Мы, так сказать, дело вернемся и дадим ответ. А какой сейчас это долг по кредитам у населения? Ну, если очень по-гробному, где-то, я думаю, 20-25 триллионов. Нет, вообще официально сегодня посмотрел, 15 триллионов, 200 с чем-то тысяч. То есть, миллиардов. То есть, 15 триллионов, 200 миллиардов, соответственно. Ну, вполне возможно. То есть, как это половина нашего золотого запаса. Ладно, это другой вопрос. Идем дальше. Значит... Значит, вот в развитии капитализма идет следующий процесс. Образуются монополии. Сначала в промышленности, в производстве, затем в банковской сфере. Затем идет процесс сращивания банковского монополистического капитала с промышленным. Образуется финансовый капитал. Ну, его славные, в кавычках, представители, финансовый олигархи. Какой дальше идет процесс? То есть, он разрастается в таких размерах, в такой мощи, что уже внутри страны... Становится тесно. Не помещается. Становится тесно. И куда он направляет свои свободные, носительно свободные капиталы? За границу, в другие страны. Идет процесс вывоза капитала. Кто может рассказать о вывозе капитала? Пожалуйста. Камир Шамильевич. Значит, вывоз капитала – это одно из понятий именно империалистического капитализма. В чем его смысл? В основном люди не очень понимают именно этого, что и считают, ну, основная масса людей считает, что вывоз капитала – это вывоз именно финансовых средств. Ну, то есть, излишки финансов, та же финансовая олигархия или просто олигархия вывозят куда-то в зарубежные банки, ну, складируют их там на счетах, там в офшорах, там все остальное. На самом деле, это не так, это неправильно. Вывоз капитала – это вывоз прибавочной стоимости, которая, соответственно, образовалась в капиталистическом обществе, ну, и, соответственно, при капиталистическом производстве, для создания заводов и, ну, как бы, объектов, для еще больше, чтобы в том месте, куда этот капитал выводится, там создавались предприятия, на которых, опять же, будет создаваться эта прибавочная стоимость, естественно, дополнительные средства. Вот, и в этом, в принципе, основная его суть – вывоза капитала. То есть, не просто вывоз финансов, а именно вывоз финансов для создания производства, для, опять же, создавания новой прибавочной стоимости. Ну, вот так. Спасибо. Можно, можно? Камера, скажите, пожалуйста, вот капитал вложит капитал, капиталист вывозит капитал, там заводы строит, прибыль получает, он эту прибыль потом обратно привозит в Россию? Да. В Россию, в страну. Нет, но он с этой прибылью может сделать что угодно, просто если он из этого, этой страны… Это будет ввоз капитал. Это будет ввоз капитал. Конечно. Это будет ввоз капитал. Нет. Нет, давайте разделять. То есть, вывоз, ввоз, давайте вывоз, да? То есть, вывоз капитала, это вывоз финансов, перевод финансовых средств в другие регионы земли, для того, чтобы там строить предприятие, не просто на счета класть, а именно строить предприятие для создания дополнительной производства. Все. Да, надо не строить. Развлекать, развлекать. 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 Нет, почему? Нет. Если часть возвращается назад, а то, что возвращается, это уже другой вопрос, возвращается, не возвращается. Совершенно правильно. Это уже совершенно, ну, к этому отношение имеется. Спасибо. Значит, я вопрос сформулировал неправильно. Сознательно это сделал, потому что является ли вывоз капитала третьим признаком империализма. Нет. А как правильно? Что мы должны брать в сравнении с чем? Вывоз товаров. Вывоз товаров. Совершенно верно. Вот когда вывоз капитала становится решающим, преобладающим по сравнению с вывозом товаров, тогда мы можем сказать, что вот идет развитие и переход империализма. Вопросы было, что такое. Нет, я не к вам претензий. Мы уже идем, да, вы отлично ответили на мой вопрос и правильно дали ответ на вопрос из зала. А может, он точно здесь вот это самое. То есть, имеется в виду вывоз капитала больше, то есть, денег вывозли больше, чем галошь, да? Да. Именно не денег, а именно вывоз капитала. Совершенно правильно. Совершенно правильно. И количественно, и качественно надо смотреть здесь. Давайте возьмем, например, Россию. Если у нас постоянно идут споры везде, является ли Россия империалистической страной, очень просто же надо брать. Берешь признак и смотришь, действует ли, не действует при России, в рамках российского капитализма. Значит, еще раз, это превышение вывоза, преобладающая роль вывоза капитала над вывозом товара. Я приведу два примера. Ну, первый пример в рамках всей России, а второй пример в рамках Газпрома, поскольку очень интересные, показательные, на мой взгляд, эти примеры. Давайте так, если будем еще. Должназная статистика, имеются и плюсы, имеют минусы, кое-чего дает. Значит, давайте возьмем Россию. В 2017 год. Вот такая статистика. Экспорт. Экспорт товара. 2017 год. Экспорт товара. Миллиарды долларов будем брать. Долларов совершенно. Я буду, с вашего удовольствия, округлять. Экспорт товара составил 350 миллиардов долларов. Огромная цифра. Причем он из-за нашего кризиса, санкций и прочее снижался. До этого, если посмотреть. Так и что вы возите на это? Сейчас. Не торопитесь. Ваша мысль бежит вперед моей. Бежит вперед моей. Это правильно, но не торопитесь. Общий объем. Это количество. Смотрим качественно. Я цифру вам приводил. По официальной статистике, высокотехнологичных товаров 11%. Значит, 89% это сырье и так называемая продукция первой, первичной обработки. Я взял статистику, взял по отраслям. По отраслевой развес, экспорт. У меня получилось 80%. Но в любом случае, львиная доля, это львиная доля нашего экспорта российского, это сырье и продукция первичной обработки. Что характерно для слаборазвитых, зависимых, раньше это было колониальной страны. Приняли их сведения? Да. Приняли. Сколько составил вывоз капитала? Значит, центральный банк дает статистику. Я напоминаю, что вывоз капитала осуществляется в двух формах. Это прямые инвестиции, портфельные прямые, дающие полностью контроль над приобретаемым или построенным предприятием. Портфельные не дают. Дают якобы право получать прибыль. Но они незначительные. Значит, прямые инвестиции составили, как вот этот вот кусочек, 39 миллиардов долларов. Уже в 10 раз. Уже в 10 раз меньше. Но товарищи, которые отстаивают и пытаются стоять на своей точке зрения, что вот у нас такой суперимпериалин, говорят, ну это количество, нельзя сравнить, давайте качественно. Ну, качественно мы здесь посмотрели, правильно? Есть вопросы какие-то? Или кто-то будет пытаться утверждать, что если мы вывозим нефть, газ или лес, кругляк, это суперразвитая страна. Нет таких, да? Значит, мы должны заглянуть в эту цифру. Там много чего интересного. И по содержанию. Значит, 39 миллиардов. Есть методические указания всякие, которые прикладываются к этому делу. Так вот, я обнаружил, что в этих прямых инвестициях сюда включается в том числе и вложение в недвижимость. То есть получается, если те, кого мы называем российские олигархи, купили дворец в Лондоне, яхты, ну яхты, все-таки сельс-производства, недвижимость. Это движимое имущество, говорится, где-нибудь в Монако. Это вывоз капитала? Нет, конечно. Яхты тоже нет. Но он попадает сюда. Это вывоз капитала. Вывоз денег. То есть это вам не вполне правильно считает именно... Это я предполагаю. Вот я читаю методическую инструкцию, и там написано, что вложение в недвижимость тоже учитывается в прямых инвестициях. Это первое. Второе. Очень интересно посмотреть разрез по странам. Значит, в этих 39 миллиардах. Вот я сейчас по памяти. То ли 25, то ли 27 миллиардов. То есть львиная доля. Пошла в 6 стран. Я их называю. Кипр, Сингапур, Люксембург, Багамский, Брюльгинский. Значит, еще раз. Вывоз капитала. Это когда наши капиталисты там строят заводы. Либо покупают. Мы сейчас строим, либо покупают. То есть я так полагаю, если кто бывал на Багамских островах, если будет, вы увидите сплошь. Там, знаете, места живого нет. Там вот такие заводы стоят, знаете, туда миллиарды долларов. И в Люксембурге. А где не рабочих-то берут столько? Где там роботизация? Наверное. Автоматически. Я говорю, роботизация. Ну, вы правильно заметили, что есть понятие, устоявшееся в нашей науке. А зарплату на эти что, извините, евро, доллары, рубли. Наверное. Есть не вывоз капитал, а вывоз прибыли. То есть это офшорные гавани, где мало налогообложения, куда можно вывести прибыль. А среди прибыли выводится не только то, что вот сама по себе прибыль. Оттуда не выплачена зарплата и средства предназначены на амортизацию. Колоссальные деньги. Причем в Кипр вывели 21 миллиард. Третий момент получается. А обратно из Кипра вернулось. 14 миллиардов в этом году. Треть осталось. То есть что получается? Туда выводятся прибыли. Там как-то они легализуются. Куда-то вот так вот рассовываются. Может быть, частично там, да, конечно, они вкладывают в какие-то дела. Им же нужно, чтобы наращивался, сам возрастал капитал. Сейчас, секундочку, я закончу. И, ну, часть возвращается. А вот то, что возвращается назад, это уже возвращается под флайом, под названием «Иностранные инвестиции». И, может быть, таким образом, и они прикрывают, как бы пытаются защитить, да, боятся, что здесь вот российское государство отнимет у них, а там не отнимут. Хотя то же самое получается. Вот крупный, так сказать, финансовый капитал американский взял и вышел. Стоил русал, русский алюминий. Вот тут надо бы поменять. Поменяли. Сейчас научились. У вас вопрос. Есть ли учет, вот они уходят в офшоры, из офшоров они дальше куда идут? Нет, это будет, конечно, какая-то уродочка. Может, они как раз и идут, как им действуют. Так они идут обратно возвращаются. Ну, вот смотрите, вот я привел два примера. Первое, значит, складывается в недвижимость. Раз, и факты такие есть. Второе, возвращаются назад. Это надо вычитать тогда. Если, значит, 21 миллиард ушел на Кипр, 14 вернул, значит, сколько туда ушло? Семь. Семь, ну, 357, еще что-то приложите. Ну, вообще получается гигантская разница. Вывод очень простой. То на сегодняшний день для России характерен вывоз, день товаров, вывоз товаров и вывод. Приведу пример в отношении Газпрома. Сегодня смотрел, готовился к занятию, готовил аргументы к нашим критикам. Очень интересно. То есть, я не знаю, это монополия. Рамка страны. Глобальная монополия. Поскольку, как некоторые, то, на сегодняшний день. Щупальца. Значит, посмотрел годовой отчет на прошлый год, многостраничный. Можете представить, он очень любопытный. Начиная с 60-й страницы, нашли 10-й страницу и чуть ниже. Даны две карты. Карты МИР. Они одна под другой. И цветом выделены. Первый называется. Это страны, куда осуществляет сбыт товаров, сбыт своей продукции наша глобальная компания Газпром. Вы знаете, я, так сказать, но в кавычках порадовался. Я не увидел другого цвета, кроме голубого. Уж две трети страны мира точно газпроставляют. То есть это действительно монополия. Вот она поставляет. Это что такое? Это вывоз? Вару. Вот эта страна. А на втором листочке такая же карта мира уже называется «Где есть производство». Газпроизводство. То есть вывоз капитала был осуществлен. Значит, во всей Америке и южной, и северной два государства только. Во всей Африке только два государства. И во всей Азии, ну, если не брать бывшие наши, так сказать, республики, только два государства. Это все интересно. Ирак и Вьетнам. Значит, и в Центральной Европе маленькие государства, которые образовались на, так сказать, в основном на развале в Безусловии. То есть на самом-то деле это вывоз капитала. Вывоз капитала. Но можем сказать, что он является преобладающим или решающим в отношении к вывозу товара. В отношении господинга. Конечно, нет. Пожалуйста. Можно ли считать Россию империалистом в региональном масштабе? То есть, как бы, в Саудыше. Империалистом в детском саде. Ребят, вот хорошая в детском саде. Вы, в своем вопросе меня опережаете, я не хочу логику. Давайте мы после перерыва вернулись, потому что мы должны рассмотреть экономический и территориальный раздел мира, а дальше вы сами ответите на этот вопрос. Либо я сражу. Перерыв давайте сделаем. Четвертый том капитала. Это критика и там критический разбор Маркса всех сочинений экономических, политкономических, которые вот до него были приняты. Не, я понимаю, но это все. Поэтому его называть четвертый том капитал. Конечно, так откуда? Марксово на что опирается? На трудосмиттере Кадо, прежде всего. Там 99% поэтому неизбежно как честный следователь он говорит, я вот это оттуда взял, оттуда, это правильно. Нормальная идея. Четвертый том капитала надо брать в кармачки. Потому что по содержанию 4 и 3. Процесс производства капитала, процесс обращения капитала, форма капиталистического производства нельзя тететь. Третий том. А дальше те, так сказать, исследования, которые делает до Маркса, на которые он опирается, которые он критикует, которые использует. Мальский вопросик. То ли у Ленина, то ли где-то я видел такую фразу, что чистого банковского капитала вот как употребляется во время активов, на сегодняшний момент уже в принципе нет, не сросшегося с промышленностью. В таком виде, что чистого банковского капитала такого отдельного вообще помышленности нет. Ну почему есть масса мелких банков? Мелких. Вот в каком-то маленьком городе. Маленький банк. Конечно, они соответствуют. Ну то есть не соответствуют понятию финансового капитала. По сути, врачи деревни не уходят. Продолжаем. Вернемся к ответам слушателей. Замечательные ответы. Дополнения. Горшков Константин Павлович из Каунаса как раз оттеняет тот факт, то обстоятельство, что вывоз капитала следует отличать от вывода прибыли. Например, в РФ много денег просто выводится, так как они оседают на банковских счетах и никак не участвуют в капитализации промышленных объектов и извлечении прибавочной стоимости. Ну я думаю, со стороны и с дней тоже все правильно. Коротко, но правильно. Коротко, да. А вот Евгения Валерьевна Козлова дала очень такой развернутый ответ. У нее получилась в рамках 250. Привела примеры. Привела примеры замечательные. Примеры вывоза капитала. Ручной труд тысяч индусских пряльщиков кружева для модных домов Европы, Шанель и так далее. Фармакологические производства в Индии, Китае, крупных европейских американских компаний, Байер, Селье и так далее. Вот сразу видно, что женщина писала. Пользуясь случаем, чтобы не забыть, поздравляю наших замечательных слушательниц с наступающим днем воскресенья. 8 марта. Предъявительное дело, и красавицы еще изучают марксизм и низм. Это редчайшее. Спасибо. То есть красавицы и марксизм и это неизменность. Не говорите крупское. Да. Ну и так. Все. Очень понятно с этим третьим признаком. И вот идем дальше. Значит, финансовый капитал в крупнейших странах он уже не находит рынки применения внутри себя и выходит за пределы своей страны в другие страны. И путем вывоза капитала он накладывает на них лапу. Грабит их, выжимает и так далее. И тем самым между крупнейшим монополистами, союзом монополистом осуществляется экономический и территориальный раздел мира. Кто может вкратце рассказать? Или уже все? Давайте тогда мы этот вопрос рассмотрим с той позиции, которую вы задавали. вот возьмем в России какую-то компанию. Ведь процессы монополизации у нас тоже идут и в обочисление производства, концентрации производства, централизации производства капитала и в промышленности, и в банковской сфере. у нас сейчас очень много тех, кто имеет название финансово-промышленной группы. Вот так вот они связаны и личной унией, и какими-то договорными отношениями, и кредитованием. Мы можем ли сказать, что это финансовый капитал по понятию? По названию да, это финансовый капитал, а по понятию? По понятию нет. Это тот капитал, который выходит, во-первых, выходит за пределы страны и не просто выходит, а осуществляет вывоз капитала. Если какая-то компания, вот наша, находясь в единстве каким-то российским банком, построила в какой-то другой стране один завод, два, даже десять заводов, это еще ни о чем не говорит. Вот когда тот финансовый капитал, который участвует в экономическом территориальном разделе мира, и причем имеет солидные доли, вот он может иметь гордое в кавычках название империалистическое, остальное нет, только по названию. А если на региональном состоянии соседние страны и бывшие республики, так точно он не даст теперь? Оно же не соответствует это понятию капитала. Вот мы возьмем любой участник земли, пожалуйста. Вот большая страна, а вот поменьше. Безусловно там есть страна, которая побольше, чуть посильнее, что-то прихватает от этой маленькой. Но это совершенно не значит, что это страна, которая побольше, имеет финансовый капитал, является империалистической, но немножко империалистической. Нет, конечно. А мы даже земли раздаем. Азербайджан, казахстан. Ну вот есть такая марсистско-ленингская коммунистическая партия Германии, у них там теоретик Энгель. У него позиция такая, что количество империалистических стран во всем мире очень большое. Он туда причисляет страны, даже являющиеся средним размером. Туда попадает у него Саудовская Аравия, Аравские Эмираты, Бразилия, Мексика, вот действительно империалистических стран. Более то он туда Китай засунул, и советский империализм у него есть. Ну так все что угодно можно делать. Давайте пойдем дальше по вопросам. Так, вопрос от слушателя. Частная корпорация по выпуску денег была создана только в 1913 году. За ней последовало создание частных центральных банков, по сути филиалов этой корпорации. Бреттон-Вудская система, подмявшая под себя полмира, создана в 1944 году, которая легализовала финансовое управление этой самой половины мира, серьезно ограничив органы государственной власти. Но и существовала и советская финансовая система, которую уничтожили только в 90-е годы и заменили на глобальную. Теперь мы имеем повсеместное прямое управление со стороны финансового капитала. И никакой разницы. Ну, здесь, по сути дела, вопросов утверждения определенные. Я насчитал как минимум четыре вопроса. Ну, поскольку вот есть такое высказывание у слушателя, давайте мы разберем по частям. Ну, во-первых, автор пишет о создании неких частных центральных банков. Наверное, он имеет в виду прежде всего федеральную резервную систему, так называемую ФРС Соединенных Штатов Америки. То есть, вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки центрального банка как таково по названию нет. То есть, есть вот Россия, есть там Германия, Великобритания, везде есть, а в основном нет. И ФРС по структуре. Это вроде как такой вот организации, куда входят 12 федеральных резервных банков, которые расположены в крупных штатах, банки штатов и так далее. Там до тысячи, нельзя в кавычках акционера возьмем. Я пытался разобраться и потом бросил, дело-то не в этом. Катасонова есть. Дело не в этом. Она выполняет функции центрального банка. А кто принимает решение? Союз управления 7 человек. Их назначает президент Соединенных Штатов Америки и согласовывает Сенат. У руководителя назначает? Конечно, те, кто принимает решение. Вот в ответ на вопрос. И отчитывается каждый год Федеральный Совет управления перед Конгрессом. То есть получается, что на самом деле через такие посредствующие изменения он выполняет функции решения государственных органов. Совсем простой пример. Вот я взял ручку и что хочу, то и делаю. Сюда поведу, сюда поведу. Мне говорят, ты непосредственно ей занимаешься. Но я могу тоже сама каким образом сделать? Взять какое-нибудь приспособление на прищипчике или по статижи взять вот так прихватить и вот так тоже самое делать. Только через это посредствующую звену. Суть-то не изменяется. У вас вопрос? Да. Слушаем? Может быть наоборот президент США подчиняется управляющим? Кто плос, а кто собака? Это надо доказать. Вот я вам сказал, что Совет управляющих назначается президентом Соединенных Штатов Америки. Почему он назначает? Не Совет управляющих назначает президента, а наоборот. Так а как же это самое? Убили же Кеннеги глубина. Это другое. Мы сейчас говорим Центробанк России. Мы говорим сейчас конкретно федеральный и отвечаем на вопрос слушайте, он пишет, что это частный центральный банк. Никакой он не частный. Это первое. Второе. Давайте вспомним. Не он частный. Это федеральная резервная система. Это частный банк. Только что разобрали. Это первое. Это частный. Она печатает деньги, как хочет, сколько ей дает государству в долг эти деньги. Почему хочет, а как примут решение. Как это не важно. Вот смотрите, у вас частная контора, вы печатаете деньги, у вас там стоит печатный станок. Я могу сколько угодно. Я назначаю человека, который будет печатать. Вот он частный станок, это человек по моей команде. могу напечатать столько. Пускай формально частный. Кеннеди за что удивлен. Давайте мы сейчас всю историю США будем смотреть. Мы сейчас говорим о конкретной ситуации. Кстати, последний президент, он такие высказывания дает, что даже ни Кеннеди, ни до него никто этого. Он как раз хочет отобрать это все Федеральная резервная система и взять свои руки. Но они отчеты никакие не дают. Они не могут посчитать, сколько у них есть золота там. Нету. Не допускают туда. Государство отчитывается ежегодно перед Конгрессом. Еще раз говорю. Назначают. У них бумаги отчитываются. А они хотят комиссию поднимают вопрос уже это несколько лет. Это другой вопрос, что, скажем, те, которые принимают отчет или те, которые назначают и должны контролировать, не контролируют. Контролируйте, пожалуйста. Сейчас. Давайте закончим. Примерно такая же частность, как учитывая, что буржуазное государство все-таки корпорация крупных гуржуазей, которые управляют всеми остальными. Конечно. В то же мере часто не является их упором. Вот правильно отвечает, товарищ. Давайте сейчас ответим, то у нас время бежит неумолимо. Бреттон-Вудская система, подмявшая под себя полмира, серьезно ограничила органы государственной власти и легализовала финансовое управление этой половиной. Серьезно ограничив органы государственной власти. Как устроена власть? Давайте вернемся к устройству буржуазной власти. Вспомним некоторые азы марксистской политической экономии и общественного и исторического материализма. Государственная власть выражает интересы правящего класса. Вот правящий класс при империализме, при капитализме это класс капиталистов. Поэтому государства президенты, конгресс, сенат они выражают интересы правящего класса. И между ними происходит естественно вот две линии. Первый класс назначает их. Но это неодостороннее движение. Если хочет, он сменит, назначит нового президента в разных формах. Вот в истории России мы знаем правящий класса убивал царей неугодно. Убивал царей. Все вполне возможно. Но есть и обратное движение. Ведь для чего назначают правящий класс власть? Чтобы он соблюдал интересы класса в целом. Потому что интересы класса в целом могут не совпадать с интересами отдельных капиталистов. Поэтому власть эти президенты, парламенты, все государственные органы поправляют тех капиталистов, которые взорвались. Вплоть до того, что некоторые сажают в тюрьму. Правильно? Поэтому говорить о том, что Бреттон-Увудская система ограничила органы государственной власти, Бреттон-Увудская система создана органами власти. И вот, кстати, мы немножко остановимся. Ведь что такое золотой стандарт? В начале прошлого века валюты крупнейших денежных единиц крупнейших государств были привязаны к золоту. Все было четко понятно. А золото это реальные деньги. Поэтому куда золото пошло, туда и денежные единицы. Так ведь? В 1944 году Бреттон-Увудская система, сейчас мы дойдем до этого. Она в Соединенные Штаты Америки. Государственная власть, финансовый капитал, которая выражает интересы американского финансового капитала, воспользовалась плодами того, что она стала самой крупной, получила все выгоды от итогов Второй мировой войны. Доллар стал главной валютой. Но он привязан к чему? Золото, золото, только доллар. Сколько, если не ошибаюсь, там один доллар стоил 35. То есть одна унция золота 35 долларов. Ну грубо говоря, доллар было неизменно. Неизменно. Затем он рухнул. И сейчас от реальных денег доллар отвязан. И вроде это как преподносится, я читаю, и работаю, и старый, и нынешний. 2021 году уже отвязали. Преподносится, как будто вот это Америка поколебалась туда-сюда, пятое-десятое. И сейчас основа плавающие курсы, плавает к ситуации и прочее. Но я подумал, а ведь Америка от этого стала получать колоссальные выгоды. Колоссальные. Мы вот приводили, я вам приводил пример, сколько все страны держат свои золотовалютные резервы, валютные резервы, доллар в США. Значит, 6,6 триллиона долларов. Но дам весь инфляция, известный вам метод государственно-монополистического регулирования, который был теоретически обоснован выдающимся экономистом Джон Мэннер Кейнсон в предвоенные годы. Во всю сейчас используется, во всю всеми буржуазными государствами, в том числе Америкой. Я проверил данные по инфляции в разных источках права с интернета в 2018 году 2,1%. Знаете, за прошлый год насколько похудели так называемые валютные долларовые резервы, которые держат массу остальных стран. 6,6 триллиона умножить на 2%, получается 130 с лишним миллиардов долларов. Но если здесь убыло, то где прибыло? Совершенно верно. Кто получил эту выгоду? Американский финансовый капитал 760 Америк. Я думаю, они это все потирают руки. Каждый год, это не получает. Если было бы прязаных золота, то еще неизвестно, куда золото пойдет. Соответственно, доллар за ним должен. Это огромные дополнительные выгоды. Идем дальше. Существовала советская финансовая система, которую уничтожили только в 90-е годы и заменили на глобальную. Совершенно верно. Вот когда существовало СССР и страны социалистического лагеря, социалистического содружества, была организация и расчеты внутри социалистического лагеря осуществляли при помощи специальной денежной валюты, назывался приводной рубль. То есть вот мир был расколот. Вот эта часть социалистическая, вот сама по себе, здесь капиталистическая. И в известной степени СССР и все страны социалистического лагеря были автономны, могли как-то прожить. Сталин отказался от бюджетской этой системы. Нет, просто уничтожили, а после нее заменили на глобальную. Ну, наверное, глобальную можно оставить, но не совсем. Я вам говорил, вы знаете, весь мир не является на 100% капиталистическим. Мировая система существует, борется, во главе стоит Китайская Народная Республика. Если взять только социалистические страны, ну, наверное, около 20%. Китай сейчас по на первое место. На первое место, обогнав очень большим запасом Соединенные Штаты Америки. Но в целом пятая часть за лагерем социализма есть. То есть нельзя сказать, что глобальный просто. Но что сказать с остального, то да. Можно сказать глобальный. Но за глобальный, за этим термином всегда надо смотреть, а что там вот. Глобальный какая-то никакая. У нас еще времена при первобутом живут. глобальный какая-то никакая, наднациональная. Вот говорят транснациональные корпорации. Вот какие-то они непонятные. А вот давайте вернемся сейчас к известному определению, чего начинали. Изменяющееся нечто. Единство селевателя, можно здесь употребить. Что такое транснациональная корпорация? Да у него во-первых есть национальное лицо. У любой транснациональной корпорации есть национальная принадлежность. То есть ТНК это национальная по своему принадлежности какая-то монополия, но международная по сфере деятельности. Вот я сегодня с утра был в библиотеке, читал интересную книгу Глазьева. Он приводит исследование одного швейцарского института научного, который рассмотрел 40 тысяч крупнейших международных корпораций. Ну это такое. 40 тысяч? Да, 40 тысяч. 43 тысячи 60 транснациональных корпораций. Сделывают, что только 737 контролируют 80% мирового капитала. Так вот, вывод у этого швейцарского национального технологического института исследования основных владельцев мировых активов. Доминирующее положение занимают американские корпорации, американские банковские группы. То есть вот американский финансовый капитал. Называют их поименно разные банки. Chase Manhattan Bank, Merrill Lynch, Bank of New York, Mellon Corporation, Goldman, Sunsco и другие. То есть потом еще одно, сказать, доказательство, кто у нас на деле хозяин. И последнее. Теперь мы имеем повсеместное прямое управление со стороны финансового капитала. Ну, конечно, прямое управление. То есть это вот то, что мы уже договорили. Так, идем дальше. Сколько у нас времени? Пока мы с вами занимались, поступил вопрос от слушателей, что если капитализму присущей вечной цикличности, а мы говорили о том, что капиталистическому производству присуща цикличность, она внутри сидит, в самом производстве, то никакое развитие невозможно. Но как раз вывод наоборот. Вот развитие идет, только она идет через вот эту цикличность. Давайте нарисуем на схеме, чтобы было совсем понятно. как идет развитие капиталистической экономики, но с точки зрения объема производства и так далее, расширения. Вот идет подъем. Четыре фазы цикла. Синусоид. Конечно, надеял. Подъем. Затем после подъема что? Резкое падение, кризис или спад. После кризиса что идет? Кто болел? Или видел, как другие болеют? Как идет болезнь? Это легко могут запомнить. Кризис болезнен наступил. Затем что идет? Депрессия. Когда уже падения производства нет, но оно еще не поднимается. Затем что происходит с болезненным человеком, который прошел кризис? Выздоровление, оживление, потихонечку ожидать. Затем что идет? Очередной подъем. это фат. Затем после него что идет? Спад. цикличность. Период развития капиталистической экономики от кризиса до кризиса и называется циклом. Вот такими циклами она развивается. То есть цикл цикличности это форма развития именно капиталистической экономики. Вот она классическая то что было 200 лет назад 150 лет назад. Что сейчас? Сейчас у нас государство монополистический капитализм. Экономику правят монополии крупнейшие. И государства тоже не нужно. Они применяют методы антициклического регулирования, они так и называются, которые сводятся к тому, это тяжело когда низ-подъем риск и потом кризис. Это же на рынок выкидываются безработные миллионы, падение производства, падение прибыли, столько всего плохого. Поэтому они что делают? Разные меры применяют, чтобы как-то это смягчить. Но если подъем был такой большой, тогда кризис будет не очень. И вот такой получается более-менее плавный. Я совсем максимально популярный фонд. Пытался объяснить. то есть еще раз вывод значит что вечная секричность пока не будет осуществлен переход в социализм. Это как раз не просто возможно развитие, единственная форма развития. Вот она предсвольствована капитализму. Да, пожалуйста. Социализм. Опять хотел вопрос на вас поверить. Пожалуйста, может сюда. А то вас не видно будет. У вас не вопрос. Получается, что этот цикл развивается новый уровень, Уходим на новый уровень. Просто смысл именно к цикл в том, что он вше время уходит на новый уровень какой-то, но как бы мир не бесконечен. земля гранична. Она заключается только в шаре. У нас муна, муна. И поэтому вот эта дельта, которая появляется допустим на следующем цикличности развития, она постоянно увеличивается, она не может увеличиваться бесконечно. Она все равно достигнет какого-то определенного предела, когда соответственно это и есть доказательство предельности именно капиталистической системы. Так это или нет? Я хотел это как вопрос. Ну, мы переходим, давайте я хитро уйду от непосредственно ответа на наш вопрос, перейдем к последнему вопросу, как и называется тема, это предпосылки, объективные предпосылки социализма. Кто попытается ответить? Вот в ответах слушателей много интересного важного поездного. Можно ответить коротко. Так, у вас был вопрос по теме? Я, например, на то, что вам хотел спросить. А, хорошо, пожалуйста. Палочка-выручалочка. Так, как уже, собственно говоря, было неоднократно обучено на этом занятии, периодичем является высшую монополистическую стадию развития капитализма. И с этим, собственно говоря, он проявляет две свои стороны. С одной стороны, он становится паразитическим капитализмом, когда у нас появляется сверхэксплантация трудящихся за счет, в том числе, вывоза капитала с одной стороны и за счет появления широкого слоя рантье, который не выполняет никакой пользы и при этом потребляет очень много ресурсов с другой стороны. Это с одной стороны. С другой стороны, монополистический капитал, дабы продолжать самовозрастать, вынужден делать значительный вклад в развитие рабочего класса. Кроме того, он вынужден делать значительный вклад в создание производств, их централизацию, их монополизацию, увязывание их между собой, в том числе, в плановом порядке и так далее. По большому счету, с одной стороны, монополистический капитализм является паразитическим, но с другой стороны, он создает объективные посылки, а именно материальную основу для совершения социалистической революции, перехода к социалистической системе и коммунистической системе впоследствии. то есть, он создает материальные ресурсы как промышленность, он создает материальные ресурсы как взаимосвязь промышленности и финансового сектора, и он создает еще одну важную объективную посылку, он создает рабочий класс воспитывания. Вот, собственно говоря, таково историческое место империализма. Спасибо. Коротко и ясно. Замечательно сказали. Давайте пройдемся. Есть еще желающие продолжить тему? Вкратце по ответам пройдемся. Ну вот, ваш коллега Павел Станислав Чигиров не написал с какого города. Еще короче дал ответ. Исторической миссией империализма является дальнейшее обобщисление производства. Уж коротко не сказать. Совершенно правильно. Или Вальпин Павел Борис город Симферополь. Империализм играет важную роль в истории. Он создает практически всю необходимую основу для наступления социализма. А затем и коммунизма. Ну ладно, это мы пока оставим. Вопрос. Вот давайте мы то, что вы сказали сейчас теоретически попытаемся примить творчески нашей и и России. Россия к сожалению является капиталистической страной. Но она же хоть и является капиталистической страной, не стоит в стороне столбовой дороги прогресса. Поэтому всякие тенденции, которые присутствуют к развитию капитализма, они в той или иной мере будут проявляться у нас. Поэтому с точки зрения, если смотреть большую перспективу, не вот такую цикличность, которая периодически бывает, и так далее, нет. Опять надо ожидать очередного кризиса. Большой нашей перспективы. какое развитие России или действие движения способствовало созданию предпосылок социализма в России. Можем ли мы здесь что-то сделать? Ну, понятно, объективно вы сказали. С одной стороны, производство должно быть. Причем производство особое. В первую очередь, производство непотребительных и потребительских товаров для частного потребления. В первую очередь, производство именно ключевым моментом является производство средств производства. Ну, это должно быть производство, в котором есть этот класс, рабочий класс, который занимается этим производством. Что он там производит? Совершенно правильно. Совсем по-простому, если сказать, вот Маркс написал в «Капитале», в первом томе, что единственное материальные силы, способные осуществить переворот в капиталистическом обществе, является рабочий класс. Поэтому вывод очень простой. Как минимум, он должен быть. А чтобы он был, капиталисты должны что делать? Российские капиталисты строят заводы. Если они будут разрушать заводы, как вы говорите, то объективные приспосылки как-то слабее. Российским капиталистам может быть... А капиталисты почему должны строить заводы? Они что, хотят приближения коммунизма? Нет, они приятного ваше. Пройдя в случае, они не смогут получать прибыли. Вот капиталисты персонифицированный капитал. Капитал самозрастающая стоимость. Вот цель у него в голове преломляется, им больше прибыли. То есть есть два пути получения прибыли. можно сказать построить завод тяжелая работа. Особенно какой-то современный. Куда ни посмотреть ничего не получается. А если получается все через одно место. Или просто разворовать, украсть и прочее. Там тянут руки, извините. У вас вопрос или выступление? Да, вопрос. Вот выступили бы хоть разочек. Он абсолютно. В том отойдении Карл Макс имел в виду класс в широком значении. Для возраста. Значит у нас много. Я понимаю. У рабочих всегда будет. Вот давай так Маркс так сказал. А вот Ленин, который уже был. Рабочий класс непосредственно занимается мотивированием. Совершенно правильно. А вот Ленин уточнил этот вывод Марса. поскольку уже руководил революцией уже с началом строительства коммунизма в нашей стране. Ну что какое унес уточнение? Только определенный класс, а именно фабрично-заводские, городские и вообще все промышленные рабочие в состоянии руководить всей рабочей массой в деле свержения иго-капитала строительства нового общества вплоть до полной победы коммунизма. Пожалуйста. Если у нас капиталисты предприятий строить не будут, то и социализм у нас и будет. Нет, не так. Социализм может? Надя не тоже. Вопрос тогда сформулируем таким образом. А вообще объективные предпосылки на сегодняшний день социализма в России есть или нет? Нет. Ну как же нет? Есть у нас рабочий класс фабрики завода работают? У нас есть заводы? Есть. Рабочий класс есть. Я приведу две цифры. Я не помню проводил или нет. В 17 сколько было промышленных рабочих фабрично-заводских в Царской России в разные источники 4 миллиона. Это на 120 миллионную Россию. 4 миллиона фабрики заводских рабочих хватило. Достаточно чтобы совершить победоносную революцию. Сколько у нас сейчас? Всего 25 промышленности 10-11. Достаточно. То есть экономика есть. Другое дело что Ленин великий диалектик великий практик который отвечая на ваши вопросы так говорил мы прекрасно понимаем что капиталисты когда строят заводы нам не безразлично при каких условиях будет осуществлен переход к социализму то есть революция при каких условиях потому что кто будет гигантские усилия кто положит жертву на это дело прежде всего рабочие поэтому нам не безразлично поэтому мы заинтересованы в том чтобы эти условия были не только это второе они были максимально нельзя сказать комфортно облегчали бы эту работу а кто это делает капиталисты каким путем строят заводы развивают капитализм при этом писал дальше Ленин мы понимаем что будет эксплуатация расти будет тяжелая жизнь и так далее но эти объективные условия будут облегчать работу дальнейшую работу рабочим классом что здесь можно сделать мы уже заканчиваем здесь время бежит и я с удовольствием сейчас прочитаю ответы товарищей что на Донбассе наоборот происходит у нас на Донбассе на Донбассе были бы предприятия чтобы там люди-сюды народ не это самое взяли разрушили и все и жутили войну значит во-первых другое государство раз во-вторых объективные предпосылки да то есть разрушение производства это плохо но для того чтобы совершилась революция объективных предпосылок мало должны быть еще субъективные условия должна быть что еще революционная ситуация и не все как писал Ленин от нас зависит субъективные условия какие должна быть партия рабочего класса так субъективные предпосылки партия прежде всего хорошо есть вот эти не все уничтожено вот есть заводы функционирующие да не все уничтожено есть рабочий класс достаточно есть партия боевая авангард и этого недостаточно что должно быть революционная ситуация здесь много факторов которые как писал Ленин не во всех не всегда от нас все зависит еще какие-то бывают обстоятельства я о другом а что нужно делать замечательно здесь пишут Ишанов Дамир Галимжанович ну издалека из Мельбурна издалека наверное видно у них там хорошо ну вот он пишет о том что НАТО непосредственно сейчас бороться сокращение рабочего дня до 6 часов чтобы в освободившееся время рабочие смогли начать организацию борьбы за свои интересы главный путь организация боевых профсоюзов коллективных договоров забастовок все правильно этим путем надо идти дальше логически вытекает создание забастовочного комитета советов рабочих возникает двоевластие и дальше передача при известных обстоятельствах благоприятных всей власти советов ну вот третий пункт он пишет организация потребительной стоимосной основы в экономике необходимой для создания и развития социализма ну наверное непосредственно в недрах капитализма это создать нельзя эту же экономику непосредственно общество надо строить после того как рабочий класс возьмет свою власть вопрос от Коптеллинина Георгия Васильевича коммунистическое общество становление должно быть в окружении социалистических стран знак вопроса кто сможет ответить на этот вопрос можно еще раз давайте попытаюсь переставить когда коммунистическое общество в какой-то стране проходит проходит период становления оно должно быть в окружении социалистической страны или нет смотря как это размера страна но самое главное что здесь все размеры не обязательно давайте вспомним давайте вспомним Марса Сенгельсом и Ленина Ленина может быть вовремя пунктная страна пожалуйста Ленина Яда Ленина что возможно социализм в одной стране но нужно именно мирное существование с другими капиталистическими совершенно верно значит Марс когда писали капитал там позиция была что революция социалистическая произойдет в большинстве наиболее развитых капиталистических стран а Ленин нес уточнение что действует закон мирное мирное экономического политического развития и победы социализма возможно в одной отдельно взятой стране а вот нужно ли обязательно должно быть окружение социалистических стран нет практика что бы говорила в Советской России в Советском Союзе было построено поддержка согласен согласен поддержали революции произошли и в Германии и в Чехословаке поддержали поддержал рабочий класс капиталистических стран мы отвечаем на вопрос слушайте нет нет я понял я бы поддержали конечно конечно если бы не было этой поддержки если есть бомба значит можно садить бомба мне кажется не было не обязательно сейчас попробую иди на кубе послушаться так вот и не дали вот сейчас куба кстати у них же новую конституцию приняли уже там многое повыкидывали из комитета чурюкова светлана николаевна город печора республика коми пишет предпослить предпосылок социализма в россии присутствует монополистический капитализм исторический опыт но это важно тоже опыт строительства и разрушения социализма ссср до структура производственных мощностей транспортных линий вполне укладывается с лизинским что капитализм мы из капитализма берем часть готовых форм железные дороги почта телеграф банк и пока отсутствует мощное рабочее движение партия рабочего класса совершенно правильно время у нас вышло спасибо вопросы давайте один вопрос который относится к экономике что такое ввп почему вы все так носятся с ним и что он конкретно показывает как расшифровывается в валу внутренний продукт это показатель объема стоимостных объемов продукции и услуг то есть кстати наши услуги не вносились сейчас я об этом скажу совершенно про стоимостной объем то есть денежные выражения произведены в обществе товаров и услуг за год составляет валовой внутренний продукт вот как самая общая а в нп практически то же самое с небольшими различными здесь принципиально различия в другом скажем советской статистике используя другого понятия совокупный общественный продукт и национальный доход потому что совокупный общественный продукт это объем произведенных продуктов то есть без услуг без услуг это очень важно потому что вот за счет этих услуг если вы откроете статистику валового внутреннего продукта россии услуги сильно сильно добавляют мягко сказали у нас числе лидирующих по объему вложения ввп как раз услуги финансовые услуги услуги там недвижимости обслуживания и даже свыше триллиона рублей трюс гака я был удивлен как сейчас как в шоке пребывала это консультационные услуги главных контор и прочее 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 получается что ввп россии сравнивать его по китая не корректно нет корректно я имею в цифрах корректно потому что если методология одна местность если у нас услуг учитывается в китае там тоже они нет если ввп они учитывают услуги значит почитайте газету завтра не помню номер один экономист сделал 22 расчета вот он сравнил ввп стран о чем я вам на прошлом занятии говорил до китай на первом месте на втором съемок штата америки затем идет индия крупнейшие страны у нас 4 триллиона но он взял выборку доля значит промышленности сельского хозяйства с реальных сфер производства ввп есть такая статистика и пересчитал какой объем уже денежные выражения скале страны за минусом услуг и получилось что вообще на первом месте однозначно китайская народная республика на втором месте индия среди штаты америки опустились ниже индии на третье место это только говорит о том что там сша значительная часть ввп формирует услуги мы как остались по множеству месте так и остались то есть это вносит корректировки но если ко всем странам применяем одинаковый критерий то вывезенный капитал то есть если государство юристическая она вывозит допустим два нет я читала мне нужно смотреть вот американская здесь компания ford построил здесь завод он производит продукции и многие другие это входит в ввп страны по какой стране наши конечно даже главные услуги надо убирать оттуда в советском союзе кстати учитывали вот как это транспорт сколько перевозок это электроэнергии потребление именно производства по идее учитывается советский союз китай на китай и россию по-моему это неполникально рассматривать советский россию был государством победившим коммунизм то есть в первой стадии социализма в китай не такой там начальная стадия переходный период коммунизм потому что рассматриваем ввп и там и в россии и в китае расчет одинаковый то есть там и у нас критерии такие же ввп к рассмотрению ввп китая так у нас метод подсчета один и тот же какая то есть в советском союзе рассматривалась как бы совокупный продукт именно продукции у нас в современной россии туда входят еще и услуги как и в китае не в америке и в китае да соответственно вот рассматривать допустим пример китая что у них там выше чем в советском союзе это никогда ну да если не стоит хорошо если советскому пожалуйста давайте наверное заканчивать у нас я желаю вам успеха продолжение изучения марксизма ввп же входит еще и вот эти мокровские проделки на биржу тоже включаются